Каждый автовладелец мечтает о собственном гараже, но далеко не все счастливые обладатели заветных кирпичных убежищ используют их по прямому назначению. Посмотрите на это, вот так может выглядеть гараж мечты, а если у вас их несколько, то фантазия вам в помощь. В данном случае владелец хранил в них мясо, не много не мало, а более трех тонн. Содержимое боксов исправно охлаждали кондиционеры, установленные на крыше. К воротам время от времени поставлялось сырье в виде мясных туш. В ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что собственник объектов ранее являлся учредителем организации, основным видом деятельности которой являлась переработка и торговля мясными продуктами. Однако с ноября прошлого года деятельность фирмы официально была прекращена. Владелец, судя по всему, решил, что выгоднее будет работать в подполье, да еще и привлекать для этого иностранных граждан. В отношении собственника гаражного помещения составлены административные материалы по части 1 ст. 14.1 Кодекса об административных правонарушениях незаконная предпринимательская деятельность, а также по части 1 ст. 18.15 Кодекса об административных правонарушениях незаконной привлечения к трудовой деятельности в России иностранных гражданин или лица безгражданства. Также в отношении иностранного гражданина составлен административный материал по части 1 ст. 18.10 Кодекса об административных правонарушениях незаконной осуществления иностранного гражданина трудовой деятельности в Российской Федерации. Денис Желтов, Денис Гребенщиков, Вести, дежурная часть, Саратов.